Добрый вечер! У эфира программа новин региона. У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков с рабочим визитом побывал на Гомельщине. У Беларуси отзначили День Мати. До свята у Гомельским областным объединений профсоюзов отбылось урочистое мероприемство. Первому олимпийскому чемпиону Беларуси, заслуженному майстру спорту, чемпиону СССР, Европы и свету Леониду Гейштару сегодня исполнилось 80 годов. А зараза б гэты меньшим больше подробязна. Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков с рабочим визитом побывал на Гомельщине. У Светлогорским районе керавник Урада ознайомился с ходом выкананья мероприемствов по реализации указа президента номер 253, які накераваны на финансовое оздоровление сельгаз-продприемствов. У Речицким районе была закранута тема реализации инвестицийных проектов на некальких предприемствах. Подробязностью в материале Дмитрия Котова. Основная тема визита премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кабякова на Гомельщину – анализ доручения у президента по выкананию указа номер 253. Документны кераваны, соединяющиеся к финансовому оздоровлению сельгаз-продприемствам, шляхом знижения кредиторской нагрузки, а минавито от терминок и платежов на 5 годов. Я хочу сказать, что это фундаментальные решения, которые позволят нам вывести ситуацию в агропромышленном комплексе в непростой макроэкономической ситуации, в которой странно находилась в последнее время. Вот с учетом того, что уже произошла определенная текущая макроэкономическая стабилизация, выйти и на нормальные экономические параметры функционирования приличных сельхозпроизводителей. В Першем Урышевском районе Андрей Кабяков наведывает белорусский газоперепроцовший завод. В минулом году тут был реализованный буйный проект, который дозволил целком автоматизовать процесс перепроцовки газу и подшать выпуск новой продукции, запотрабованные у сосветных вытворцев автохимии. Все лето на заводе перепроцовали больше за 210 тысяч тонн привозной и 73,5 тысячи тонн уластной сыровины. Далее размова об выкористании мясовых видов палева, что на думку премьер-министра, заявляется основой экономичной безопасности краины. Удавництво МиниТЭЦ филиала Рэшицкой электросетки дозволило заместить импортируемый природный газ мясовыми видами палева, а так само повеличить надеянность электро- и теплозабеспечения у города Рэшица. Окупаемость объекта показывает, что проектные цифры мы достигаем, поэтому порядка 29 лет окупаемость этого объекта на сегодняшний момент. Я думаю, что мы для Гомельской области дали возможность развиваться местным видом под добычей, я имею в виду, и торфяных брикетов, и по щепе, и по всему. Мы создали здесь рабочие места, созданные. Я думаю, что и по технологии хочу подчеркнуть, что технология, которая сегодня применяется, это ведущая технология в Европе. А пошли у программы рабочей поездки – наемство с деянностью завода по вытворчасти волокнистых плит. В уголе, по словах Андрея Кобякова, новые древоперепроцовщие вытворчасти, которые были створены на базе открытого акционерного товариства «Гомель-древ» и «Рэшица-древ», в наступном году смогут выйти на безтратную працу. Это максимум выник у правильных своечасовых решений, таких как поляпшение ассортимента выпускаемой продукции, снижение вытворчих затрат и поширение экспортной географии. Мы полагаем, что задача, которая была поставлена на благо государства о том, что мы должны производить продукцию высокой добавленной стоимости из собственного местного сырья, она не без трудностей, о которых, кстати, нам часто говорил глава государства, указывал, но тем не менее она будет реализована и практически уже реально реализовывается на вот этих конкретных предприятиях. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорского и Рэшицкого районов. Посол Аустралии у Российской Федерации Питер Тэш наведал «Гомель», где сустрелся с керавництвом областного центра и обмерковал потенциальные шляхи супрацовництва. По словах дипломата, побывать у «Гомеля» он выросший после наведывания дзен «Гомельской области» в Москве, и ке проходили у вересних этого года. Первое знакомство с нашим регионом отбылось именно витатам, и сегодня австралийский бок упэлненно заявляет, что затекавлены в супрацовництве с «Гомелем». У свою чаргу старшиня городского совета депутатов Иван Бородинчик отзначил, что «Гомель» готовы до диалогу и стасунков у розных сферах. Так, для початку, Австралия затекавлена у закупцы сельхозтехники и продукции химичной промысловости, а так само открыта для супрацовництва у сферы культуры. В самом начале своей деятельности как посол и в Беларуси, так что я надеюсь, что со временем я найду возможности и буду рад продолжать разговор и с «Гомельской областью» по этому поводу. Не секрет, что малый и средний бизнес уносит значный уклад у развития сучасной экономики. От поспяховой деятельности предприимальников залежит не только их особистый материальный достаток, но и развитие страны в целом. Об некоторых секретах ведения поспехового бизнеса, который приносит корысть и гражданству, и региону, с нашими корреспондентами поделилась семья Бачинских с города Калинковича. Татьяна и Владимир Бачинские семейным бизнесом занимаются усяго два года, однако за этот довольно короткий час они поспели досягнуть значных поспехов. Зараз у них одразу три разные патематицы, аля однолького запотребованные у Калинковичах установы громадского харчевания. Свою шляху бизнес Татьяна и Владимир Бачинские начинали с открытия кафе-пиццерии. С початком клиентам пропоновали комплексные обеды и широкий ассортимент холодных и горячих закусок. Затым молодые предприимальники вырешили попробовать свои силы, покуда меньше развитым в своем районе на прамку громадского харчевания. И они открыли детящее кафе. У планы холодильников запустить тут анимационные программы для детей, тем более, что опыт так и есть. Совсем недавно Татьяна и Владимир открыли в родном городе ресторан для банкетов, корпоративов и весельных урочистостей. Распроцовкой интерьеру семья занималась самостойно. Фантазия была у нас своя, мы без дизайнеров работали. Все с мужем планировали сами, составляли сами дизайн. Отталкивались от того, что у нас кафе Асоли же есть. Но, естественно, Асоли нужно было дождаться алые паруса корабля, поэтому у нас и получается это заведение алые паруса. Головный ориентир у семейной справы Бачинских – пахатнему смачная ежа по доступных ценах. Максима миновита ПГ, а тому их установы громадского харчевания користаются великой популярностью. Татьяна и Владимир Бачинские уповнены досягнуть поспехов. У семейный бизнес им отримался, дягучи щирой любовью до своей штуденной працы и один до одного. Поддержка семьи и мужа – это тоже очень важный момент, потому что не поддерживая друг друга, ты один в поле не воин. Поэтому мы вместе все это придумываем, вместе советуемся, вместе идеи тоже друг другу подсказываем, рассказываем. Все делаем мы вместе. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, отеля «Радоя компания Гомель» с Калинковицкого района. В Гомельском хандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией подвели выники международного конкурса «Стартап-кооперация-2016». Свои бизнес-проекты представили 56 удельников с трех краин – Беларуси, России, Украины. Мета-конкурсу – сприять развитию предпринимательской активности молоди. Дипломы переможца отримали и наши гомельские студенты. Конкурс бизнес-проекта «Стартап-кооперация-2016» проводится у рамках державной программы «Малое и среднее предпринимательство» у Республицы Беларусь. До отделу у конкурсе допускаются распрацованные проекты з любых сфер вытворчасти товаров по слух. Кристина Андропова, до прикладу, разом с Сябрукой пропоновала проект по выпуску замороженого йогурта. Солодкий десерт – альтернатива мороженому. Студентки подлечили, что на реализацию проекта спотребится каля 14 тысяч рублей. Прикладный термин окупности – два годы. Благодаря жюри мы немножко поменяли нашу концепцию, нашего проекта, аргументировали, что нужно сделать, чтобы его улучшить, как нам начать бизнес, как стать. Мне все понравилось. Очень много хорошего было сказано, замечаний и концептуальных предложений. С гэтым проектом под назвой «Близ» гомельские студентки взяли третье место. Два других – так само гомельчан. Забукеты с цукерок и вытворчасть хаток для лялек. В первую чергу жюри уличвала инновационность идеи, конкурентные переваги и план финансования бизнес-идеи. Что сильно сразу отличает проекты украинские, российские, наши? Уже украинцы и россияне четко понимают о направленности проекта. Вот у них во всех проектах деньги. Даже берутся за такие серьезные идеи, которые мы сейчас поощряем, будем один проект промышленный. Ребята мало что-то в этом разбираются. Но уже сама суть, что они влезли в такой промышленный проект со своим руководителем, говорит о многом. Вот у нас не хватает этого позиционирования, монетизации своих проектов, чем занимаются. Наши проекты сейчас уносят такой социальный, неактивный характер. Усяго ж селиты на международном конкурсе «Стартап кооперация» было представлено 27 проектов. Среди них гостиница для живел, комбинованная солнечная система, мини-гольф-клуб, пекарня лечебно-диетичных выработок. У основе бизнес-проекта «Зоокафе Четырилапки» не меньше оригинальная идея. Проект отзначен в номинации «Громадское харчавание». Животные, которые будут содержаться там непосредственно, которых мы закупим, они будут там постоянно содержаться. То есть для них будет для комнаты, для сна, туалетная комната, также игровая комната. Вообще вместимость животных, которых могут приносить люди, ну около 15-20. Период окупаемости проекта 10 месяцев. Нужные инвестиции для вложения в этот проект 25 тысяч долларов, в общем, где-то так. Меж тем члены жюри, да и сами авторы, добре разумеют, одна справа иметь креативную идею, и иншая – развитие и знайсти того, кто да поможет реализовать. Во без подтрымки любая идея помирая. На самом деле, если на каждые 10 идей вылезет одна серьезная, ради этого надо вкладываться. Но мы пока, наверное, в суете вот проблем забываем об этом, что здесь рождаются будущие страны, на таких площадках. Стартап во всем мире – это не игра в детские игры. У нас стартап проигрывает в том, что у нас в стартапах нет людей в возрасте 40-50 лет серьезными проектами, когда реальные инвесторы приедут сюда. Надо создавать вот этот второй уровень стартапа. Наталья Игнатенко, Наталья Волынец, Яуген Макинка, телерадиокомпания «Гомель». У Рад Беларуси установил нормы споживания коммунальных послуг для наличения безнаявных жильевых субсидий. Як вядомое, не тычется только основного пиралику. Усе потребностей у черговой экономичной давецы. Так само в выпуску пенсионеры могут сатрымливать скидки у буйных магазинах краины и любой медустанове света. Для этого необходимо уступить у клуб «Аксамид», который открыл Беларусьбанк. А кроме того, глядачок чекает анализ цен на садовиную хороднину на гомельских рынках. Глядите программу сенья одразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь4Гомель». Протягиваем выпуск. Еще девять шмадзетных жанчин отримали ордены мати. Эта приемная подея отбылась по часу рачистого приема жанчин керавництвам Гомельской области. Об святе, якое в Беларуси означается уже третье десятью годзе. Материал Олега Синцюрова. Инициатива означает День мати одночасово церковным святом покрова Прасвятой Богородицы належало Беларускому Союзу жанчин. Его сижу больше 20 годов 14-го кастеричника уся овага мати. Почас урочистого приема керавництвам в области еще девять отримують ордены мати. Сегодня в регионе проживает крыху больше 14 тысяч шмадзетных мати. Причем у самой великой семьи Гомельской области выховывается 15 детей. До речи, самая великая колькість детей, народженных одной жанчины, 69. Гэти рекорд был зарегистрованный у России 200 годов тому. Оператор машинного доедня, наставник, медработник, продавец, домашняя господиня, янырозная по взрослому и займаемых посадок. Алия Кожная уже здесьняла свой самый голодный ужитий подвиг, народила и выховывая по некольких детей. Алена Черникова такую узнагороду отримала ранее. Сегодня у ее семьи 10 неполнолетних, половы за ких приемные. Как мы можем оставить ребенка страдать, если мы видим, ну, если я сама мать, и я знаю, что такое, когда ребенок плачет, когда ему нужна мама, как я могу, допустим, пройти мимо лежащего ребенка в кроватке, который плачет и зовет маму? Я не могу. Сколько урочистых сут встреч, примеркованных до дня мати, прошло на огомщине, докладно не ведая напевно никто. На предприемствах и организациях кажут, что пришлось науту носить коррективы в рабочий график. Причем только одним днем увага до женщин шмат день обмежевывается. Уречте, при любой экономичной ситуации для этого можно найти махчимости. К декретному отпуску я только вышла, у нас доплачивают по миллиону, каждый месяц дают, ну и всегда, конечно, и помощь, вот и дню матери нас пригласили, поздравлять будут, и на помощь я пишу, всегда помощь оказывают. Татьяну Савину до речи запросили и на еще один урочистый прием у образного обедания профсоюзов. Организаторы кажут, что такое мероприемство проводят не первый год, а все равно хвалуются. Уречте, незалежно от взрослого у семи детям. свято особливая любви, добрыни и поваги до человека, я кидая життем. Поклонение мати увугли традиция, уластивая у всем народам свету, причем с глубокой давнины, як оборонцы домашней утульности, продолжальницы роду и заховальницы семейных традиций. У всех есть желание иметь мальчика и девочку, но потом не получалось у меня девочки, сначала родилось три мальчика, когда поняла, что беременна четвертым ребенком, была уверена, что будет дочь, но получился сын. Четыре сыночка и лапочка дочка. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель». Жанчин областного центра с днем мати яскраво повиншовали и городские улады. Подарунком для мам Гомеля стал святочный концерт «Мамина пластинка». Ее надбылся в городском центре культуры. Врачистое мероприемство собрало жанчин разных взрослых и профессий, яких объедновывая одзинное гоноровое звание «Мати». У фойе установы гостей сустракала выстава патефонов, пластинок, фотосдымков и творчых работ гомельских навученцев. За сцены маленькие артысты дарили запрошенным на свято жанчинам музычные сувениры, душевные песни и верши, прыгожые хореографичные и цирковые номеры, ширые пожадания, як знак поваги и подяки за бесценный материнский клопот. Градский святочный концерт «Мамина пластинка» гэта ящи одна макчимасть подяковать и подарить радость жанчинам, якие выканали в житте свое головное призначение и зараз з'являются лепшим узором любови, надеи и дарования. До уваги гомельчан, в связи с объединением припыночных пунктов громадского транспорта в улице Гагарина и завод вымиральных приборов, размещенных по улице Интернациональной, решением гомельского Гагарва-Канкама новый припыночный пункт будет называться завод вымиральных приборов. Так само было принято решение об присвоении назвы Гомель-Агротранс припыночному пункту громадского транспорта у районе в улице Добружской побач за открытым акционерным товариством Гомель-Агротранс. До інших тем. Первому олимпийскому чемпиону Беларуси заслуженому майстру спорту владальнику ордена знак Пашаны чемпиону СССР Европы и Свету Леониду Рыгоровичу Гейштару спойнилась 80 годов. Звеншаваннями до гоноровых грамадянина города Гомеля накеровалася З самого ранку у кватеру Леониду Рыгоровичу Гейштара идуть гості юбиляр примая веншаванне. Заслуженому майстру спорту владальнику ордена знак Пашаны чемпиону СССР Европы и Свету Леониду Рыгоровичу Гейштару спойнилась 80 годов. У гэты значны для юбиляра день повеншаваць накероваліся шматликі гості сябры колеги по спортивному цеху керауніства города і в області. Уважаємий дорогой наш чоловік, позвольте мне от имени Гомельского городского исполнительного комитета лично от Петра Алексеевича от Гомельского городского света депутатов поздравить вас с вашим замечательным славным юбилеем прежде всего конечно и безусловно это здоровье здоровье и еще раз здоровье долголетия вам вашей жизненной энергии напора трудолюбия жизненной счастья удачи вам благосостояния и вам и вашим родным близким всего самого хорошего что в жизни можно пожелать замечательному человеку поверьте искренне от души я желаю 80 лет это шикарный юбилей это юбилей который в принципе может стать хорошим началом новых достижений вы человек который оставили и оставляйте после себя очень много важных моментов по развитию спорта только 5 ваших книг чего стоят которые сегодня можно смело считать хорошим пособием для начинающих спортсменов как олимпионик делал свои первые шаги здесь в городе Гомель первый олимпийский чемпион Беларуси живет в нашем городе и мы этим гордимся поэтому от всей спортивной общественности от управления спорта и туризма от всех грибцов я поздравляю вас с вашим юбилеем сегодня яго график расписанный литерально по хвилинах на некolки месяцев наперед а сам Леонид Рыгорович кожную свободную хвилину пресвячая спорту не по годах жвавы подымая пудовую гиру а коли знову садиться учовин то йо найдет так что позаездроссить 20-ти годовые своим сократом майстр поделился из нашей сдымочной группой кому не дано Богом сам не возьмешь и вот даже который Бог дает но если он тебе дал и ты не работаешь достойчивым в спорте физически не тренируешься как положено через силу талант который он дает ты его не проявишь зараз олимпийский чемпион тренируя будущих зорок спорта у профсоюзной детячей спортивной школе он имкнется передать увесь территичный багаж и практичный опыт молодым спортсменам а еще пишет книги и заховывает активную житевую позицию и он за все дожаданый гость на шматликих мероприемствах не только спортивных напереде у Леонида Рыгоровича множество планов який обовязково треба реализовать Александру Лупиненко Яуген Макеенко телерадоэ компания Гумель интерактивный проект лазерный лабиринт открылся у палаца Румянцевых и Паскевича займальный квест у стыли Джеймса Бонда запрашает детей показать свои здольности и весело провести час незвычайная выстава для классичного музея это способ притягнуть детей до выучения истории угольнявой манеры сутность проекта у тем что каждый удельник передольвая полосу пирожкот якая складается с мнозства лазерных промянев кожного кто без помылково справится с задачей и пройдя лабиринт не закранувши сигнализацию чакая празовы билет от музея на бесплатное наведывание выставы экзотичных живел першими протестировали новинку першоклассники середней школы номер 3 таки квест не только радуя ребят аллей развивая спрыт гнуткость и кемливость проект различены на детей от семи ходов и протягни свою працу до конца листопада у Ключна она замечательна с развлекательной точки зрения но она же замечательна и с познавательной точки зрения как показало например наше сегодняшнее открытие то есть ребятам очень-очень интересно совмещать двигательную активность с активностью которая позволяет им что-то узнать но в частности сегодня например мы познакомили их с Минотавром обитателем знаменитого Клоунского лабиринта и с некоторыми другими представителями древнегреческих мифов и легенд и на этом наш выпуск завершен и у студии працевала Наталья Игнатенко мы сочем за развитием падею Гомелей в области заставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова